С детства Никиту привлекала история, а еще фильмы, сериалы и игры по средневековым мотивам. Недавно парень решил стать режиссером рыцарских битв, заниматься их реконструкцией. На тренировках применяют знания, дошедшие до наших дней в виде трактатов и документов эпохи средневековья, ренессанса и нового времени. Популярность к истории только возрастает со временем. Была большая волна популярности в начале 2000-х годов, когда выходили в 2001 году фильмы по «Властелину колец». Людям захотелось на своей шкуре испытать, что такое мячи, как ими пользоваться. Тренируются исключительно в экипировке, как спортивной, так и приближенной к историческим аналогам. А все мячи из стали. На тренировках мы используем легкие перчатки фехтовальные, пластиковые перчатки производства мастерской «Квитуни» с города Брянска. А также от этой же мастерской у нас большинство мячей. Так называемый большой двуручный мяч, который высотой примерно выше плеча мне. И чуть покороче мяч полуторный. То есть эти мячи в принципе соответствуют историческим аналогам. По словам Никиты, это движение в Барнауле лишь начинает развиваться. Появляются единомышленники, но турниров очень мало, а с пандемией их еще меньше. Никита мечтает попасть со своей командой на всероссийские соревнования. Их проводят в Москве и Петербурге. Алексей Поляков, Александр Лизратов. День с толком. Прошлое было.